Зарядка для пенсионеров. Жители многоэтажки на улице Нуркена Абдирова вот уже на протяжении 20 лет поднимаются на 12 этаж пешком. Все дело в том, что в многоквартирном доме уже 20 лет не работает лифт. Наш корреспондент решил узнать почему. С 92 года в этом многоэтажном доме не работает лифт. С тех пор жильцам приходится пешком подниматься на самый верхний этаж. Большинство из них пенсионеры, а также молодые пары с новорожденными. Таким образом, выход на улицу для каждого из них большая проблема. По словам обитателя этого дома, пожилым людям для того, чтобы добраться до своей квартиры, им необходимо делать передышку почти на каждом этаже. С 92 года лифт не работает. Ну куда мы только не обращались. Везде обещают, но не делают. И уже, как говорится, отчаялись и сидели в тихомолку. Вот явились вы. И всю боль вам расскажем. Жильцы многоэтажки сетуют. Они обращались в различные инстанции. По словам пенсионеров, представители Акимата обещали оборудовать новый лифт. Но все осталось на словах. С Акимата приходили, сказали брать лифты новые с Мариуполя. 5 миллионов. Приходили люди, вот лифт смотрели. Лифтер там, то да все, свой замок поставили. А потом в итоге, они, эти моторы, там у нас моторы, все было на этом лифте. А потом через некоторое время пришла, посмотрела я. Еще раз лифтер других посылали мы уже, частников. Ни мотора нету, ни вот этого планшета нету. А эти лифтеры смотрят, говорят, это как недавно сняли. По словам жильцов, им также предлагают установить лифт в кредит за 7 миллионов тенге. В общей сложности каждому из них необходимо ежемесячно выплачивать по 1700 тенге. Однако не все из них в силах выплачивать такую сумму. В свою очередь, Александр Коплинов, главный инженер ТО «Хараганде Лифтсервис», рассказал, как можно выйти из этого положения. Сейчас, если коротко сказать, как восстановить лифт. Сейчас есть государственная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда. Значит, в этой программе предусмотрена и замена, либо капитальный ремонт лифтов. То есть, для этого в доме должен быть зарегистрирован кондоминиум, КСК, как представитель владельцев. Их поставят в эту программу в очередь. Значит, государство выделяет беспроцентную суду на восстановление жилых домов. В соответствии с нормативными документами, значит, это суды гасятся в зависимости от занимаемой площади. Но норма установлена 3% от минимального расчетного показателя. Ну, вот в прошлом году это было, по-моему, не более 50 тенге с одного квадратного метра. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.